Привет, друг, с тобой Багалюк. В прошлых моих видео я сравнивал рендеры разных вишков в программе Blender. Но то, чего я еще не делал, так это не сравнивал рендеры в разных программах. Просматривая профили 3D-художников на ArtStation, я замечаю, что большинство из них в своих рендерах используют программу Marmoset. И так как я рендерю в Blender, мне стало интересным, чем отличается рендер в Marmoset и в Blender. В большинстве случаев Marmoset используют для того, чтобы отрендерить какой-то объект. Если ты 3D-художник, создаешь модели для игр, для фильмов, для чего, тебе нужно отрендерить ее для того, чтобы показать людям, вот текстуры твои сделал, вот ты замоделировал ее. И для того, чтобы человек внедрился в твою работу, ему нужно показать красивый и сочный рендер. В основном Marmoset пользуется для того, чтобы отрендерить какую-то модель. Она может быть сделана для игр или же для фильмов, поэтому если ты концепт-художник и делаешь арты, рендеришь через Blender и решил посмотреть это видео, то вряд ли оно для тебя будет полезным. Потому что рендерить такие тяжелые сцены в Marmoset будет довольно затруднительно. Наверное, сейчас отселось 50% зрителей, которые зашли на это видео. Но если ты остался, я тебя поздравляю. Давай переместимся на мою рабочую лошадку и я тебе покажу две сцены, которые я использовал в этом сравнении. Итак, сейчас вы наблюдаете сцену, которую я собрал в Blender. Эта же сцена будет рендериться как в Blender, так и в Marmoset. Здесь находится моделька, которую я создал. Подробнее посмотреть эту модель вы можете на Session, ссылка на которой в описании. Ну, пули раскидался, да так, для массовки. И plane нижний с текстуры дерева. Рендерилось это все на движке Eevee и Radeon Pro Render. Почему я использовал Radeon Pro Render, а не Cycles, я рассказывал в своих последних видео. Теперь давай я покажу тебе, как это все выглядит с текстурками. Вот такие текстуры здесь. Камеру я сюда поставил одну. Она будет рендерить вот такой кадр. Также в сцене присутствуют две папки с освещением. Первая для Pro Render, вторая для Eevee. Для каждых из этих движков нужно использовать свои настройки Lamp. Само положение Lamp я не менял. Я просто менял их характеристики. Для Eevee я использовал стандартные настройки рендеринга. Включил здесь Screen Space Reflections, убрал Half-Rest Trace и поставил галочку на Refraction. Потом в тенях я поставил все в 2К и нажал на кнопку F12. Если посмотреть на AMD Pro Render, здесь я использовал рендер по тайлам, 128 сэмплов. Сейчас вы можете увидеть оба рендера в блендере. Первый, это который я рендерил на AMD Pro Render, а вот рядом с ним тот, который я рендерил на Eevee. И скажу честно, результат меня удивил, насколько сильно Eevee похожа с AMD Pro Render. И вообще, насколько Render хорошо справляется со своей задачей, что какие-то мелкие детали можно разглядеть, только если всматриваться в картинку минут 10. Причем AMD Pro Render отрендерил у меня это все за минуту 30 секунд. А Eevee сейчас я покажу даже, нажимая F12. Немножко ждем. У нас рендерится этот кадр. Заняло это всего лишь 5 секунд, 28 миллисекунд. Причем качество рендера очень хорошее. Тени, освещение, все подано так, как в AMD Pro Render. Итак, вот я уже в Marmoset Tolbach. Как я и говорил, сцену из Bender я экспортировал и импортировал это все в Marmoset. Добавил сюда те же самые текстурки. Выставил сюда камеру. Также три источника освещения. Сейчас вы смотрите рендер через Ray Tracing. Здесь есть такая галочка. Вот переходим в рендер. Здесь есть галочка Use Ray Tracing. Если я и отключаю, просто обратите внимание, как меняется вся сцена. Вот я отключаю галочку, отключил. И все. У меня пошел растер. Если вы заметили какие-то существенные отличия, то напишите в комментарии. Я могу сказать, что здесь просто пропали некоторые тени. Больше отражений стало. Давай еще раз сравню. News Ray Tracing. Тут меньше отражений. Тут больше теней. И картинка сама смотрится реалистичней. Но если мы сравним с растером, тут немножко такие есть отличия, да. Но просто посмотрите, как это все быстро работает. И то растер я поставил довольно высокие настройки, что даже сейчас, для того, чтобы посмотреть полноценный результат, необходимо подождать, пока здесь отцемплируется вся сцена. Причем посмотрите, насколько быстро работает Ray Tracing. Вот я включаю. Здесь идет такой ползуночек, когда он доходит до конца, начинается деноизинг. И после деноизера вся сцена, все уже полноценная, готовая сцена, та, которая будет при рендере. Причем фишкой Marmoset Toolbug я могу отметить, что во вкладке Render здесь можно выставить в рендер камеры несколько камер. Вот моя вторая камера. И можно заметить, что сейчас выбраны две камеры. Когда я нажму на кнопку F11, для того, чтобы отрендерить, у меня начнется сразу два рендера. И оба этих рендера будут сделаны с этих двух камер. То есть, нажав одну кнопку, у вас сразу сделается рендер всех ваших камер. Это может быть полезно, если у вас одна сцена, одни источники освещения. Вот поставили здесь камеру, вот отсюда вид, поставили вот тут третью камеру. Нажимаете F11, и у вас уже сразу по завершению всего рендера будет готово три кадра. В Blender такой возможности нет. Здесь вам нужно создавать отдельно камеру, выбирать одну камеру, рендерить, выбирать другую камеру, рендерить. В общем, такой небольшой головняк, но в принципе это не сильно и затруднительно. Если сравнивать результаты Marmoset, мы можем посмотреть Ray Tracing вот слева и растеризацию, она будет справа. Причем, сама растеризация, она сделалась за 30 секунд. А Ray Tracing я считал, пришлось почитать, тут просто нету таймера, заняла всего лишь где-то секунд 40-50. Если сравнить это все с Blender, то рендер в Marmoset происходит очень быстро. Ну, может быть, в раза два или три быстрее. Причем, если сравнивать качество, ну, немножко оно отличается. Просто нужно поиграться с материалами. Итак, это была первая сцена. Я ее создал для того, чтобы посмотреть, как будут ложиться тени от объекта на другой объект, как они будут рефлексировать между собой. Вторую сцена, которую я создал, она очень простая. Вот смотри. Эта сцена очень простая. Здесь есть одна модель, вокруг которой стоят несколько источников освещения. Конечно, в Blender'е источников освещения было гораздо меньше, потому что для того, чтобы добиться такого же интереса, так как в Blender'е необходимо меньшее количество источников освещения. Но какая разница? Нам главное не то, сколько у нас источников освещения, а то, что у нас получится на выходе. Если я сейчас перейду в камеру, которая у меня была основной, которая рендерила, мы можем заметить вот такой шейдинг. Как здесь оно все, контровой свет, я подсветил так же, как подсветил это все в Blender'е. Сейчас я использую Ray Tracing. Убираю галочку. Внимательно смотрите на тени, как это все будет отличаться. Убираю галочку. Оп. Вот это вот у нас Ray Tracing. Отключился. Включаю. Отключаю. Включаю. Отключаю. Включаю. Отключаю. Вот если обратить внимание на рукоять, вот видите, я сейчас выключил Ray Tracing, и здесь такая вот белая полоска. Когда я включу Ray Tracing, здесь она будет, ну, уже по-другому просто изменена. Здесь уже тени какие-то появятся, вот здесь вот это можно заметить. Появятся тени, дополнительные блики. В общем, немножко картинка будет отличаться, но я не сказал бы, что прям сильно. А сейчас вы видите, как отрендерил Marmoset через Ray Tracing. Видно, как он отрендерил через растер. Можете поставить на паузу, посмотреть, сравнить эти две фотографии. Причем, растер отрендерился так же, как и Ray Tracing. Где-то секунду 30-50. Итак, я создал две папки. Первая папка для Blender, вторая папка для Marmoset. И давай сравним сейчас, чем отличаются Ray Tracing в Marmoset от Ray Tracing в Блендере. Ну, то же самое с растером. Начну с Ray Tracing. Вот смотри, слева. Рендер в Блендере через MD Pro Render. То есть Ray Tracing. То же самое в Marmoset. Если мы посмотрим на тени, я скажу так, в Блендере тени, они очень мягкие. Ну вот прям очень мягкие. Как освещение светит, оно дает свои тени. И эти тени довольно приятные, мягкие, ну вот, не выделяются. Для того, чтобы добиться похожих теней, они как бы видны здесь, прям отчетливее, чем здесь. Вот в Marmoset, чтобы добиться мягкой тени, нужно выкрутить настройку самого, самой лампы, самого освещения. Когда ты выкручуешь настройку, тень становится более мягче. И для того, чтобы ее погасить, вот прям как, чтобы у нас было похоже, как в Блендере, нужно добавить дополнительный источник освещения, который будет эту тень подсвечивать, чтобы она была не такой явной. Но все-таки добиться прям схожего результата не получится, потому что добавишь источник освещения сверху, вот так, который будет на эти тени светить, он тебе будет подсвечивать не только эти тени, а и всю модель. А зачем? Неизвестно. Если посмотреть на отражение на самих гильзах, вот тут можно посмотреть, да, отражение на самих гильзах, я даже сейчас увеличу. Вот просто сравнить. Как оно заметно? Я бы сказал, что в Marmosetti оно трендерило хуже, чем в Блендере. Это я еще раз говорю, Ray Tracing. То есть в Marmosetti Ray Tracing вот такой, в Блендере он вот такой. Мне нравится больше в Блендере, потому что здесь, ну, видно, что это такой вот материал, который блестит, а здесь, ну, как будто обычная пластмасса. Может быть, я неправильно настроил материал, но я выкрутил здесь Reflections просто на единицу, черное, чтобы оно полностью вот так вот бликовало, но похожего результата у меня не получилось добиться. Давай теперь сравним растер. Итак, я открою папочку с растером. Тут я рендерил Иви, вот, через Иви. А здесь рендерил через Marmoset. Сейчас он не это открыл. Вот, оба растера. Скажу так, что в Marmosetti растер похож на Ray Tracing. Ну, можно заметить, как я уже сказал, просто теней здесь меньше, да, просто как будто они летают, да, летают, теней не совсем видно. Ну, и здесь какой-то косяк с освещением, как-то тут свет прошел сквозь приклад, но это довольно странно. А это Иви. Иви похожа с AMD про рендером. Ну, вот прям сильно похоже на бликах. Здесь оно все буликует, да, здесь закосячил, но ничего страшного, насрать на это, потому что это не главное. Главное посмотреть, как материалы вообще отображаются. Тени очень хорошо здесь сработали. Блики очень хорошо здесь сработали. Ну, в Marmoset, я бы не сказал, ну, как-то оно, особенно на вот этих вот гильзах, прям видно, как будто, ну, ну, какая-то параша, ну, я вот так вот скажу, ну, реально, ну, какая-то параша. Зато, в скорости рендера, Marmoset превосходит Blender. Да, Иви отрендерил за 5 секунд, Marmoset в растере отрендерил за секунд 20-30. Это, как бы, минус для Marmoset, но если мы будем сравнивать рейтрейсинг, если мы будем сравнивать рейтрейсинг, да, я сейчас отрендерю через Иви эту сцену, если мы будем это сравнивать, то в Marmoset рейтрейсинг рендерится за 50 секунд 40, чего не скажешь про Blender. В Blender, хоть ты рендеришь на Cycles, хоть рендеришь на MDPR Render, не важно, там все равно, ну, больше минуты, минуты, минуты 50, минуты, там, 2 минуты, да, но в Marmoset просто оно очень быстро все рендерит. Итак, вот я отрендерил через Иви, и вот смотри, в чем здесь дело. Если мы рендерим через Иви в Blender, вот, слева, и рендерим через Marmoset, ну, вот прям видно, как текстуры и освещение отличаются в обеих программах. Давай я увеличу вот цевьё здесь и здесь цевьё. Да, пускай позиция самой модели, она, ну, разная, но она не такая уж разная, чтобы нельзя было сравнивать вообще сами рендеры. Может быть, в Иви я настроил неправильно освещение, что здесь не было бликов, но тут было такое же освещение, как и в рейтрейсинге, когда я рендерил через ProRender. Вот смотри, в Marmoset я настроил освещение так, чтобы тут были блики, в Иви я ничего не менял, просто смотри, насколько оно качественно проработано. Здесь очень топовые рефлексы, здесь очень хорошо отображаются текстуры, чего не... Ну, про текстуры, может быть, да, оно-то хорошо отображается, но вот рефлексы здесь довольно плохие. Причем, здесь Иви отрендерил за одну секунду, Marmoset отрендерил за секунд 30. Давай теперь сравним рейтрейсинг в Marmoset и рейтрейсинг в Блендере. Здесь AMD ProRender, здесь рейтрейсинг в Marmoset. Смотри, то же самое цевьё, правда, в Блендере уже хорошо работают освещение, хорошо светят, можно увидеть рефлексы, блики везде. В Блендере вот с рейтрейсингом я скажу, вот это второй случай, когда рейтрейсинг в Блендере лучше, чем рейтрейсинг в Marmoset. То есть, ну что тут сравнивать? Да, конечно, они оба схожи, но здесь более бликович, что ли. Ну, вообще, это зависит от того, насколько ты выставишь освещение. Но, если посмотреть на качество текстур, вот, смотри, в Блендере они будут, ну вот, прям такие вот, ну, я не знаю, что ли, сочнее, что ли. Вот здесь вот мы посмотрим, черное все, вот здесь такое вот, черное по бокам, а здесь вот, мягкий переход, и тут мягкий переход. то же самое и здесь. Ну, вот просто мягкий переход. Поэтому, если сравнивать Ray Tracing в Блендере и Marmoset, можно сказать, что у Блендера здесь большой плюс. Хотя, эта сцена рендерится, вот в Блендере, через ProLender, рендерится, ну, минуты 2-3. Хотя, в Marmoset это все рендерится за секунд, там, 40-50, как я уже говорил. Итак, сейчас я расскажу главную мысль. Смотри, если ты не пользуешься Блендером, ну, вот прям вообще им не пользуешься, ни в какой вообще сфере, не моделируешь им ничего. Например, ты пользуешься Майей. Ты в Майе делаешь модель, потом скульптишь ее там в ZBrush, делаешь текстуру в Substance Mater, запекаешь сами текстуры в Marmoset, то есть, ты используешь Майю и Marmoset. И вот второй случай, когда ты используешь Блендер и Marmoset. В том случае, когда ты используешь Блендер, у тебя есть возможность отрендерить через много движков. Это Eevee, растеризация, и вот другой движок, который будет делать Raytracing. Ты можешь переключаться между ними. В Майе у тебя есть возможность отрендерить только в Corona Render через процессор. Как я знаю, там нету способа рендерить через растеризацию, ну, растера там просто нет. И поэтому, люди, которые никогда не пользовались Блендером, пользовались другими программами, для того, чтобы отрендерить в растере, им легче не изучать новую программу. Зачем им изучать Блендер? Когда они и так пользуются Marmoset для запечки текстур. Им нужно просто там еще и отрендерить. То есть, они используют одну программу для двух задач, запекания и рендер. В случае Блендера, ты его используешь как просто в создании модели. Marmoset ты используешь как запекание. но рендер ты делаешь в Блендере, потому что если сравнивать именно Блендер и Marmoset, ну, в Блендере мне качество понравилось больше, чем в Marmoset. Это если мы говорим про Raytracing. В Блендере я бы не рендерил через Иви, потому что там есть возможность отрендерить через другой движок, который отрендерит лучше через Raytracing. Но в Marmoset растер работает лучше, чем в Блендере. В Marmoset растер он похож с Raytracing. И если ты выставишь освещение для Raytracing, оно у тебя будет такое же и в растере. И вообще вот ничем не будет отличаться, кроме некоторых бликов. Но если мы используем сцену, где от модели идет тень на другую модель, и как бы там важен шейдинг, Marmoset с этим справляется плохо. Ну вот как-то неудобно, там что-то не хватает, особенно на этих гильзах, что можно было посмотреть. Ну вот прям не то. В Блендере Raytracing в такой сцене, где есть тени, тени перепадают на другой объект, там это все работает лучше, и я бы рендерил там. Но если рендерить соло модель одну, я бы рендерил в Marmoset только в том случае, когда в Блендере у меня это занимает много времени. если если бы я рендерил от процессора, то в Блендере заняло бы минут 20 на один кадр, когда в Marmoset заняло минуту до минуты, причем в качестве он особо не теряет, нужно просто наловчиться выстраивать правильно освещение. Подведу итоги. Плюсы Блендер хороший ретрейсинг в сложной сцене, но минусы низкая скорость рендера. В Marmoset это высокая скорость рендера, но качество ниже, чем в Блендере. Вот качество самого шейдинга, самих этих бликов, оно хуже, чем в Блендере. Не случайно, но прям хуже. Поэтому смотря для какой задачи ты используешь, используй для конкретной задачи отдельную программу. Итак, мой друг, на этом все. Я думаю, ты для себя уяснил какие-то моменты и понял, где ты будешь рендерить подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий, ставь колокольчик и я с тобой прощаюсь. Пока.